Продолжение следует... А с трибуны саммита «Семерки» грозит России санкциями. Евросоюз уже требует разобраться в Одесской хатыни. Кто убивал и кто добивал, можно ли верить выводам комиссии, если против свидетелей развернуты репрессии. За решетку бросают тех, кто выжил. Сегодня украинские пограничники с контрольно-пропускного пункта Должанский на границе Луганской и Ростовской областей сложили оружие и в полном составе перешли на территорию России. Поступают сообщения о том, что их примеру последовали и другие пограничники с КПП «Красный партизан». Силовые действия Украины против ополченцев в Донбассе глава Евросовета Рампёй назвал сдержанными. Обама вновь призывал европейцев усилить санкции против Москвы, а потом все увидели, как он играл мускулами. В спортзале. Репортаж Дмитрия Хрусталёва. К встрече с лидерами «Большой семёрки» американский президент готовился основательно. Редкие минуты свободного времени Барак Обама посвятил занятиям спорту. Упражнения с гантелями и на эллиптическом тренажёре, по всей видимости, внушали уверенность американскому лидеру перед грядущими переговорами. И, наверное, должны были внушать уверенность всем остальным, кто стал свидетелем этого якобы случайного видео. Столь же решительно президент США, приехав в Брюссель, на заседание «семёрки», кортеж из 24 автомобилей едва уместился на площадке перед входом. Главная тема всего саммита – ситуация на Украине и отношения с Россией. Ждёт ли Россия ужесточение санкций? Штаты и их заокеанский союзник Канада, конечно, за. Только вот убедить страны ЕС Обама так и не смог. Что касается санкций, мне кажется, Европейский Союз и Соединённые Штаты идут нога в ногу. И думаю, мы можем в этом вопросе действовать вместе. Ожидаю ли я единогласия между 28 членами ЕС? Я президент уже более пяти лет и, в общем-то, уже неплохо во всём разбираюсь. Европейский Союз, Еврокомиссия, Европейский Совет. Иногда я их путаю. Но все понимают, что если 28 человек сидят за одним столом, им очень сложно договориться друг с другом. На той же пресс-конференции Обама заявляет, на встрече в Варшаве, победивший на выборах президента Украины Пётр Порошенко, признавал необходимость хороших отношений с Россией. У России есть законная заинтересованность в том, что сейчас происходит на Украине, учитывая общие границы и долгие исторические взаимоотношения. Но право принимать решения о собственном будущем принадлежит только народу Украины. Произнося эти слова, Обама как будто забывает, что совсем недавно на юго-востоке Украины прошли референдумы, где большинство высказалось за отделение от Украины. А говоря об аннексии Крыма, Обама намеренно умалчивает об итогах волеизъявления народа. На полуострове более 90% были за возвращение в Россию. Важные заявления в ночи следуют и от Франции. Но общаясь с Порошенко в среду в Варшаве, Обама говорил ему совсем другое. Накануне встречи в Нормандии США подбадривали Киев активнее на востоке, дадим бронежилеты. И успокаивали союзников по НАТО, чтобы не дрогнули, не задумались о компромиссе, ведь нужна провокация. Нужно втягивать Россию в вооруженный конфликт, а там Брюссель в санкции против России, что отправит европейскую экономику в нокдаун и через зону свободной торговли превратит ее в предаток американской. Это будет так кстати, учитывая хронически преддефолтное состояние США. Только проблема для Обамы в том, что улыбаясь ему и пожимая ему руки в Брюсселе, коллеги все про него понимают, только сказать не могут. А Путин может, и он едет в Европу защищать в том числе интересы Европы. И несмотря на все попытки Вашингтона изолировать Москву, его хотят услышать. Завтра отдельно от всех канцлер Меркель, сегодня британский премьер Кемерон и потом Франсуа Аланд. Тем временем в Киеве правят военные преступники. Вот их портреты. Военный преступник ИО главы государства Александр Турчинов, который начал карательную операцию и вооружил правый сектор, назвав его национальной гвардией. Военный преступник министр МВД Арсен Аваков, отдающий преступные приказы спецназу МВД. Военный преступник министра обороны генерал Михаил Коваль, который врет, что бережет жизни мирных граждан. Военный преступник Арсений Яценю, который как премьер-министр отвечает за действия правительства. Военный преступник Андрей Порубий, на нем снайперы на Майдане и Новая Хатынь в Одессе. Военный преступник и избранный президент Петр Порошенко, который наутро после выборов уже восторженно заявлял, что операция на Востоке наконец-то по-настоящему началась. Будет интенсивной и закончится за несколько часов. Военных преступников прикрывает украинская пресса. Как и частные армии олигархов, олигархические СМИ Украины ведут свои войны. Иллюстрация, репортаж Евгения Рожкова из Киева. Здесь, в Киеве, кровавую бойню в Донецке усиленно маскируют под антитеррористическую операцию. Чтобы никто даже не задумался, что власть истребляет свой же народ. Все, кто имеет отличное мнение, местные СМИ окрашивают в сепаратистов. А если они отказываются молчать, то и в террористов. Потому что таких не жалко, а значит их можно убивать. Кемерона чуть позже в американском секторе... Кемерона чуть позже в американском секторе, где при выставке погибло более 6,5 тысяч американских солдат. Такая же церемония прошла с участием американского президента Барака Обама. Учитывая роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии, торжества 70-летия высадки союзнических войск, эти торжества невозможно было представить без участия России как правоприемницы Советского Союза. И Владимир Путин, который прилетел накануне вечером в Париж, сегодня уже успел провести двустороннюю встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. Это первая встреча двух лидеров с начала украинского кризиса. И никаких слов для прессы не было сказано. Так что журналисты судят о настроении этой встречи по языкам жестов. Как кто на кого посмотрел, пожали друг другу руки. Вот такое рукопожатие между Меркель и Путином состоялось. Но общаясь с Порошенко в среду в Варшаве, Обама говорил ему совсем другое. Накануне встречи в Нормандии США подбадривали Киев. Активнее на Востоке дадим бронежилеты. И успокаивали союзников по НАТО, чтобы не дрогнули, не задумались о компромиссе. Ведь нужна провокация. Нужно встягивать Россию в вооруженный конфликт. А там Брюссель в санкции против России, что отправит европейскую экономику в нокдаун. И через зону свободной торговли превратит ее в предаток американской. Это будет так кстати, учитывая хронически преддефолтное состояние США. Только проблема для Обамы в том, что улыбаясь ему и пожимая ему руки в Брюсселе, коллеги все про него понимают. Только сказать не могут. А Путин может. И он едет в Европу защищать в том числе и интересы Европы. И несмотря на все попытки Вашингтона изолировать Москву, его хотят услышать. Завтра отдельно от всех канцлер Меркель. Сегодня британский премьер Кемерон. С циничным азартом в каждом выпуске местных новостей рахуют или считают убитых. Как будто это не братья, не соотечественники. Донецк зачищают, утюжат ракетами. Ми-24, Су-25 и Миги-29. По телевизору здесь красиво стреляют. Вот только никто не показывает, куда. Что снаряды разносят жилые дома, поликлиники, детсады. А пилоты еще выбирают, какими снарядами. Убьют наверняка. О, пошли ракеты. За ускорением карательной операции стоит лично Петр Порошенко. На первую же пресс-конференцию в новом избранном качестве он приходит решительным, как никогда. Операция не будет проводиться 2-3 месяца. Она будет проведена за несколько часов. Откуда взялась такая решимость, стало понятно. Накануне весь вечер, как утверждают источники, Петр Порошенко провел в гостях у друга Джеффри, посла США, Джеффри Пайета. Пока на участках подсчитывали бюллетени, посол настоятельно советовал Петру Алексеевичу перейти к решительным действиям на Донбассе. А в случае многочисленных жертв обещал погасить негативный эффект в возмущенном сообществе. После этого олигарх собирает силовиков и уже требует зачистить Донецк и Луганск до инаугурации. И, как рассказывают присутствовавшие, даже озвучивает допустимое количество жертв. Две тысячи. И вот украинское телевидение уже фиксирует первый кровавый успех. Кто эти убитые здесь не интересуются? А ведь были и люди известные. В расстреляной из гранатометов машине, в которой перевозили раненых, погиб и некогда украинская гордость чемпион мира по кикбоксингу Николай Леонов. Для украинской власти это позитив. Позитив в том, что за весь вчерашний день силы антитеррористической операции не понесли никаких потерь. Как до сколько степени будут летать боевые самолеты над миллионным городом на бреющем полете и терроризировать все население? Боевые самолеты и вертолеты будут летать до конца антитеррористической операции. Националистическое большинство в нынешней Верховной Раде за быструю зачистку. Да, это плохо, но их не так много. А вот с терроризмом надо решать. И в пропаганду активно включается Олег Лешко, известный радикал и педофил, занявший третье место на президентских выборах. Он появляется в эфире как будто с передовой. И как усомниться? Вокруг ведь люди в масках, с оружием. Ну вы видите, начали мочить террористов, а они как тараканы, как крысы стали разбегаться. Да и вообще, местные люди, они не воюют. Воюют заезжие. Кадыровцы, россияне, с Крым, с Приднестровья. А местные мужчины, они за спокойствие и за мир. В штабе карательной операции, которой сейчас руководит лично Александр Турчинов, царит оживление. Силовики празднуют захват Красного Лимана. Кто-то даже получает награду за то, что город изуродован до неузнаваемости и погибли десятки людей. Красный Лиман неузнаваем. Вот в этих цехах раньше пекли хлеб, а в этой больнице лечили больных. По железной дороге возили пассажиров и грузы. Теперь разбито всё. И это только начало. Завершение антитеррористической операции это полное уничтожение всех террористов и диверсионных групп, которые находятся на территории Донбасса. Я дал указание Совету национальной безопасности и обороны нашим силовым министерствам проработать этот вопрос для ускорения проведения антитеррористической операции. Я надеюсь, что это произойдёт на днях. Против проведения операции сегодня выступили медики города Рубежное Луганской области. В их понимании операция это то, что спасает человеку жизнь, а не наоборот. Мы категорически против антитеррористической операции. Если она проводится, то не должны страдать мирные жители. Не должна быть разбомблена больница, как в Красном Лимане. Не должен быть убит хирург в Красном Лимане осколочном ранении об голову. И не должны страдать мирные люди. Сворачивать операцию каратели не собираются. На горе Карачун идёт передислокация украинских сил. Готовятся новые удары, в том числе танковые. Количество тяжёлой брони под Славянском растёт. Что касается Славянска, то здесь, как мы уже говорили, речь идет о полной, тотальной блокировке любых путей выхода и входа из города. Силовики обещают скоротечное развитие событий. И временное затишье сегодня почти не стреляли. Скорее всего лишь пауза перед новыми атаками. Сергей Арсеньевич, Олег Дубинин, Андрей Иргашев и Андрей Юрчук. Вести, Славянск, Донецкая область. 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 Продолжение следует...